Приветствую всех на нашем канале, перед вами на картинке пляж Ламай, один из лучших пляжей Самуи. Также вы увидите территорию одного из отелей на пляже Ламай, в котором мы жили. На территории отеля растут арбузы, чему мы были очень удивлены. Также вы увидите нашу прогулку по пляжу в сторону бабушки и дедушки, достопримечательности этого пляжа. Это видео почти полностью будет посвящено теме туризма. Эта тема волнует многих людей. В начале сегодняшнего видео хотелось бы ответить еще раз на вопрос. Туристы из каких стран, куда и когда смогут поехать и на каких условиях. А также обратить внимание, куда смогут поехать или не поехать российские туристы. Есть мнение, что злые тайцы не пускают российских туристов в страну, и эти российские туристы поедут в другие азиатские страны или Испанию и повезут туда свои деньги. Но хотелось бы сразу спросить, а какие азиатские страны открыли границы для российских туристов или откроют в ближайшем будущем? Страны АSEAN? Нет. Китай? Нет. Япония или Корея? Тоже нет. Может Евросоюз открыл границу для российских туристов? Опять нет. Кто-то думает, что поедет во Вьетнам вместо Таиланда. Да, может и поедет, только стоит вопрос, когда? Ведь одно из условий въезда во Вьетнам – это требование, в котором говорится, что люди могут въезжать в страну, и стран, в которых месяц не выявлено случаев заболевания коронавирусом. Россия относится к таким странам. Так куда же поедут эти туристы, пока в их стране большое количество заражений коронавирусом? Да, в Таиланде готовятся к туристическому сезону, но этот сезон будет отличаться от сезонов в предыдущих годах. Туристов будет меньше, и туристы не из всех стран поедут в Таиланд. Те страны, которые успешно борются с коронавирусом, смогут отправлять своих туристов в Таиланд. Будет заключено соглашение между странами, успешно борющимися с коронавирусом. Россия пока не входит в список этих стран. Будут создаваться пузырьковый туризм. Первыми поедут туристы из отдельных районов Китая, стран Асиан, Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама. Хочется пояснить, что это не злые тайцы не пускают российских туристов, и не они виноваты в том, что российские туристы не могут посетить различные страны. Российское правительство не может справиться с проблемой коронавируса, и все, что может, это только править статистику. Ведь все знают, что такое статистика в России. Даже кривая плато заболевания в России не такая, как в европейских странах, о чем говорят математики. Надо сказать, что в Таиланде, в самой стране, уже 28 дней нет заболевания коронавирусом. То есть пошло два инкубационных периода. Есть случаи заболевания в карантине, которые выявляются у тех, кто въезжает в страну въездными рейсами. И это очень настораживает. А сколько заболеваний в день, согласно российской статистике, в России? 8-9 тысяч в день. А это почти в три раза больше, чем все случаи заболевания в Таиланде за весь период. Также хочется сказать по поводу БАТа. Это не БАТ так сильно укрепился, а как всегда сдулся рубль. Тайцы не делают большую ставку на российских туристов из-за нестабильности рубля. Все помнят, как в 2014 году из-за падения курса рубля начался отток российских туристов. Что сделали тайцы? Переориентировались на туристов из других стран, в частности из Китая. Переписали вывески с русского языка на китайский. Количество туристов в Таиланде не уменьшилось, а растет из года в год. Для того, чтобы вывести экономику из кризиса, тайское правительство вливает огромные деньги в помощь предприятиям и гражданам Таиланда. И поэтому правительство Таиланда не хотело бы, чтобы была вторая волна заболеваний, чтобы экономика опять скатилась в рецессию и снова потребовались деньги. Экономика Таиланда зависит не только от туризма. Туризм составляет только 12-15% от ВВП. Основная часть туристов это туристы из Китая, более 20% от всех туристов. Малайзия, Индия, также другие страны АSEAN. Доля российских туристов в общей доле туристов, прибывающих в Таиланд, всего 3,7%. Это не такая большая доля, чтобы можно было сильно правительству переживать из-за прибыли от этих туристов. И никак не влияет эта доля туристов на ВВП страны. А вреда они могут принести больше, чем денег, завезя вторую волну коронавируса, что несомненно отразится на экономике страны. Поэтому на данном этапе лучше обойтись без этих небольших денег. Может не надо искать виновных, как это принято в России, вне страны, а все-таки надо реально оценивать обстановку в своей стране и в мире, а потом уже собираться куда-то ехать. А самое главное, искать виновных в других странах. Первая новость не про Таиланд. Первая новость про Евросоюз. И какие требования у Евросоюза будут, когда они откроют границы вновь для туристов. С 15 июня Евросоюз открыл границы внутри Евросоюза. С 1 июня Евросоюз планирует открыть внешние границы для граждан третьих стран. Это будет касаться только государств, отвечающих четким критериям Еврокомиссии. 1 июля планируют открыть въезд в Шенгенскую зону для ограниченного числа стран. Также Еврокомиссия порекомендовала внести в список 6 стран западных Балкан. Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. Ведь эпидемиологическая ситуация в этих странах схожая или даже лучше, чем в Евросоюзе. Другие страны, в том числе и Россия, в рекомендациях не упоминались. Критерии для снятия запрета стран на въезд в Евросоюз. В Брюсселе предложили три группы критериев. Первое. Ограничения на путешествия следует снимать вначале для третьих стран со схожей или лучшей эпидемиологической ситуацией по сравнению со средним значением в зоне ЕС. Второе. Меры противодействия заражения коронавирусу во время поездки. Ну это дистанцирование, ну все знают эти меры, перечислять не будут. Третий критерий. Зеркальность. То есть открывать границы будут только со странами, разрешающими въезд для жителей Евросоюза. Для попадания в список страна должна будет отвечать всем трем группам критериев. Перед вами сейчас будет таблица, в которой будет видно, какое место занимает по заражению коронавирусом Россия. Ну и как вы видите из таблицы, Россия занимает первое место по заболеванию, то есть не соответствует первому критерию. Ссылку на эту статью, называется она «Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе», будет в описании. И для кого и как Евросоюз откроет свои границы, ссылка тоже будет в описании. В следующей новости говорится, премьер-министр Японии заявил, что страна ослабит ограничения на въезд для людей, приезжающих из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии и Вьетнама. Иностранные путешественники из этих стран будут допущены в Японию при условии, что они представят отрицательные результаты теста на коронавирус и маршрута, что они планируют посетить в стране во время своего пребывания. То есть опять поедут не все подряд. И эта новость уже про Таиланд. Министр туризма Таиланда заявил, что правительственная стратегия возрождения туризма направлена на то, чтобы направлять большие средства на поиски уединения социальной дистанции в эпоху коронавируса, а не пытаться привлечь большое количество туристов. После того, как границы страны будут открыты, так называемые пузыри в путешествиях будут согласованы, маркетинговые усилия будут направлены на более состоятельных людей, которые хотят провести отпуск с минимальными рисками. Министерство туризма работает, чтобы выявить и пригласить людей в целевую демографическую группу, в которую войдут туристы курортов на островах Хукет, Самуи, Панган и Пхипхи. Хукет является прототипом, поскольку обладает всеми необходимыми удобствами. От туристов потребуется пройти проверку на коронавирус до поездки и по прибытии выбрать один курортный остров и оставаться там. Туристы смогут свободно путешествовать, находясь на выбранном острове, и им будет разрешено выехать домой или в другое место Таиланда, как только пройдет минимум 14 дней. Таиланд не единственная страна, сталкивающаясь с вопросом, как и когда открывать границы для туристов. По всей Юго-Восточной Азии, одному из наиболее зависимых от туриста региона в мире, гостиницы и туристические фирмы постепенно набирают обороты, поскольку страны, которые преуспели в выравнивании своих вирусных кривых, ослабляют ограничения на блокировку. По словам министра туризма, целью Таиланда является прибытие 10 миллионов иностранных туристов в этом году, четверть от общего числа в 2019. Общий доход от туризма прогнозируется на уровне 1,23 триллиона бат или почти 40 миллиардов долларов США в этом году, что на 59% меньше, чем в прошлом году. Вот мы подходим к бабушке и дедушке достопримечательностям пляжа Ламай, но вы это уже увидите в следующем видео. Море красивое, конечно, здесь ничего не скажешь. Да и вообще, конечно, природа Таиланда очень разнообразная и красивая. А на этом сегодняшнее видео заканчивается.